Приветствую всех друзья, вы на канале ММА Ревью. Сегодня мы поговорим о очень ярком поединке, который состоится уже совсем скоро, а именно 4 мая. Дональд Сироне, он же ковбой, сразится в главном поединке вечера против Элла Яквинты. Очень громкий и зрелищный бой пройдет в Канаде, и про него мы сейчас подробно и поговорим. Поехали! Крутейший подарок от UFC – бой Петтиса и Томпсона. Поединок мастеров ярких ударов и зрелищных нокаутов. Нас ждет кровавая заруба в октагоне. Ролик создан при поддержке компании Париматч, все ссылки в описании. Бой с ковбоем – отличная история. Я наблюдал за Дональдом с давних времен. Я люблю такие сценарии, драться с парнями на боях, которых я вырос. Я сидел и прокручивал в голове, как бы мог пройти с ним бой. С большущим уважением отношусь к ковбою. Да и знаешь, вообще в легком весе грядут большие бои, и будет очень весело. Одна победа, и твои рейтинги взлетят до небес. Элли Квинта – четвертая строчка легкого дивизиона. Отличный духовитый парень, который продолжает набирать обороты. Сначала он потушил нервную систему Диего Санчеса. После без подготовки дал самый сложный бой Хабибу. И следом отобрал место в топ-5 у Кевина Ли, разобрав его по частям. Его плюсы – это отличный план на бой, тяжелый удар и очень хорошее кардио. Еквинта провел 24 боя за карьеру, одержав 19 побед при 4 поражениях и 1 ничьей. Дональд Ковбой Серроне Дональд Ковбой Серроне – ветеран смешанных боев, который до сих пор в обойме и продолжает побеждать. Идет на серии с двух побед подряд. Забрал руку опасного нокаутера Майка Перри и после сводил в школу Александра Эрнандеса. Сейчас же Ковбой имеет большущее желание попасть в топ-5 дивизиона и добыть себе еще один шанс получить титул чемпиона. Ковбой – универсальный боец, его плюсы – это джиу-джитсу и тайский бокс. Провел же он за карьеру 47 боев, где одержал 35 побед, 27 из которых были досрочные при 11 поражениях. Переходя же к разбору боя, начнем с антропометрии. И отмечу, что Серроне выше примерно на 8 сантиметров и также имеет на 8 сантиметров больше размах рук. Еквинта же младше Ковбоя на 4 года. И в принципе здесь больше выделить нечего. Далее же пару слов о выносливости. Где кардио обоих бойцов никогда не было слабым местом. Оба проходили чемпионские дистанции и неплохо там смотрелись. Но пересматривая бои, все же Ковбой начинает уставать после третьего раунда. И дальше бьется на характере. А вот Еквинта всех крайне удивляет своей функционалкой. Просто банально можно посмотреть его два последних боя. Где он очень отважно сражался с лучшими дивизиона и ярко себя показал. И в таком аспекте я думаю лучше будет тащить именно Еквинта. Теперь же коснемся Партера. И ни для кого не секрет, что Ковбой очень мастеровитый джитсер. И играя на его поле, можно остаться без чести тела или уснуть. Еквинта же базовый вольник. Начинал он именно с борьбы. Но почти все поражения в карьере он потерпел именно от хороших джитсеров. Но и также Еквинта далеко не глупый парень. И он максимально приложил усилий, чтобы защищаться от подобного. Что мы и могли посмотреть в его последних боях. В итоге скажу, что Ковбой переводит крайне редко за поединок. Максимум два раза и то не всегда успешно. А Еквинта имеет отличную защиту от тейкдаунов. И я думаю на канвасе фаворит конечно же Сироны. Но Еквинта без проблем сможет защищаться от переводов. А если они окажутся на канвасе, то сможет быстро встать и продолжить бой на ногах. А вот что касается боя в стойке, вот это будет реально круто. Именно потому что они оба духовитые, не пасуют и идут вперед. Ковбой же у нас мастер кикбоксинга и тайского бокса. Серийная работа по этажам очень точен и опытен. Еквинта это боксер, такой боксер. Что если его правая водородная банка залетает в лицо соперника. То он тут же отправляется на канвас отдыхать. И не поверите, по официальной статистике. Они оба наносят одинаковое количество акцентированных ударов. И оба также почти одинаково и отмечу много пропускают. Поэтому выбирая фаворита я отдам небольшое предпочтение Еквинте. А потому что как мне кажется Еквинта бьет потяжелее. Плюс если ковбой готов зарубаться, то Еквинта очень расчетлив. Также Эл отлично держит удар и никогда не был потрясен. А вот Сироны нокаутами проигрывал. И в этом аспекте думаю примерно 60 на 40 в пользу Еквинты. Мой прогноз это победа Элла и Еквинты. Конечно оба бойца мне очень сильно импонируют. Но я уверен именно в победе Элла. Так как даже последняя позиция сильно разнится. Когда ковбой наказывал бойцов не из топ-15. Еквинта в это время устроил бойню с чемпионом. И в режиме уничтожения побил Кевина Ли. Думаю Еквинта будет работать первым номером. Заряжать свой правый боковой. И защищаться от клинча и переводов. Вот такую вот крайне интересную зарубу нам подарит снова легкий дивизион. Пишите в комментариях кто заберет победу. Сможет ли ковбой ворваться в топ-5. Или же Элл снова одержит яркий финиш. Также интересно как думаете если и Квинта встретится с Хабибом в реванше. Как пройдет бой. Пишите. А у меня же на сегодня все. Поддерживайте ролик своим мощным бойцовским лайком. Жмите колокольчик чтобы не пропускать новые мощные разборы боев. И обязательно подписывайтесь. Всем мир и до скорого.